РБК новости Башкортостана. Мы вещаем из Аталия Краун-Плаза Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Антиковидные инспекторы начнут проверки в общественном транспорте Уфы. Об этом сообщил на оперативном совещании мэр столицы Сергей Греков. По его словам, сейчас в Уфе работает 180 бригад, которые следят за соблюдением масочного режима, в том числе на предприятиях и общественных местах. Он также напомнил, что соседний Татарстан первым среди регионов страны ввел проверку QR-кода в транспорте. В Уфе следовать, к примеру, соседей пока не будут. Я думаю, пока этого решения в республике не принято, но тем не менее необходимо делать выборочные проверки, в том числе и в общественном транспорте. В Башкортостане на сегодняшний день первым компонентом привелись более 1,9 млн человек, завершили вакцинацию 1,6 млн. Общее количество заболевших коронавирусом с начала пандемии – 102 тысячи человек. В том числе за последние сутки заразились еще 673 жители республики, а скончались 37. Турбизнес попросил не вводить QR-коды при покупке билетов на поезда и самолеты. Так, Союз агентств делового туризма предлагает позволить бронировать путешествия всем желающим, но и спрашивать QR-код у тех, кто уже садится на рейс. Ранее правительство страны внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий доступ на междугородние и международные маршруты на поездах и самолетах по QR-кодам. Согласно документу, код будут запрашивать как на этапе регистрации на рейс, так и при покупке билета. По словам экспертов, новые ограничения могут помешать гражданам планировать свои поездки и график вакцинации. Люди, не имеющие QR-кодов, могли бы уже заранее забронировать авиаперелеты, а при регистрации на рейс могли бы показать. Все это связано с тем, что перевозчики не теряли свои доходы, и что люди могли заранее уже планировать свои поездки. Напомню, в Башкортостане еще в октябре ввели ограничительные меры на междугородние рейсы для невакцинированных. Так, приобрести билет на пригородные поезда «Орлан» и междугородние автобусы можно только при предъявлении QR-кода. При этом пассажиропоток на авто и ЖД вокзалах в регионе снизился на 40%. На птицзаводе «Благоварский» намерены восстановить производство за два года. Накануне там была уничтожена большая часть поголовья из-за птичьего гриппа. Об этом телеканал РБК Уфа заявил директор предприятия Ренат Кутушев. Напомню, 19 ноября на территории Благоварского района был введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения птичьего гриппа. Вирус был обнаружен на двух площадках птицзавода «Благоварский» и одном фермерском хозяйстве. На сегодняшний день на птицзаводе уничтожено более 13 тысяч гусей и 50 тысяч уток. Нанесенные предприятия ущерб подсчитывается специально созданной комиссией. Предположительно, птицефабрика получит компенсацию, исходя из рыночной стоимости птиц в живом весе. Сейчас на заводе ведется дезинфекция. У нас работало 350 человек по последним отчетным данным. Где-то 100-150 человек мы будем сохранять и разработать. Ну а для всех желающих, кто вынужден покинуть работу и так далее, мы сказали, что если есть возможность уволиться и найти работу, пожалуйста. Но все выплаты, которые положены государством за компенсацию и так далее, мы выплатим. Вероятная причина возникновения вируса, по мнению специалистов Управления ветеринарии Башкортостана, контакт с дикой птицей. На территориях, прилегающих к кочегу, инфекция подлежит уничтожению вся птица. У местных жителей уже изъято полторы тысячи голов. Наложен запрет на реализацию продукции птицеводства. Это пух, перо, а также комбикорма. Они подлежат ликвидации. В Башкортостан завезли комбикорм из региона, где выявлены и очаги африканской чумы свиней. В Россельхознадзоре сообщают, что фирма «Агрорегион» закупила партию кормов в Челябинской области. Сотрудники ведомства изъяли со складов компании в Уфимском районе корма общим весом 7 тонн. Продукцию вернут изготовителю, который затем ее уничтожит. Объединенная комбикормовая компания могла избежать санкций, но нарушила правила ввоза и не провела термическую обработку товара. Изначально этот комбикорм просто поступил в ВСД. Ветераны справедливые документы оформлялись неправильно. В каком плане? Просто там отметка есть. Комбикорм, прошедший термическую обработку. Если на выезда была бы указана, комбикорм уже гарантировано, что она безопасна. Но в связи с отсутствием этой пометки мы не знали, что этот комбикорм термически обработан. Напомню, неделю ранее Республиканский Минсельхоз сообщал о потенциальной вспышке африканской чумы свиней за распространение заболевания в соседних регионах. На сегодняшний день Россельхознадзором зафиксировано 5 очагов заражений в Челябинской области. Всего зарегистрировано 76 случаев африканской чумы свиней в 22 регионах. И в продолжение темы сельского хозяйства Аграрем Башкортостана на приобретение племенного скота возместили 285 миллионов рублей. В основном фермеры покупали телят, сообщили Минсельхозе Республики. Чаще всего молодняк приобретали в соседних регионах. На них приходится 37%. 34% телят завезли из-за рубежа. Оставшиеся 29% это животные из племенных хозяйств Республики. Всего за 10 месяцев этого года фермеры приобрели более 4000 голов крупного рогатого скота, в основном молочной породы. Основная задача племенных хозяйств это, так скажем, улучшение существующего скота, улучшение породного состава. И они должны обеспечивать все другие остальные хозяйства именно племенной продукцией. В этой связи племенные хозяйства, продавая племенной скот, они, во-первых, продают дороже племенной скот, он дороже считается. А во-вторых, те сельхозтоваропроизводители или фермеры, которые покупают именно племенной скот, они получают субсидию до 50% затрат на приобретаемый скот. Поэтому здесь и племенные хозяйства остаются в выгоде, и те, которые приобретают. Напомню, в Башкортостане фермерам, которые приобретают племенной поголовик РЭЗ, субсидируют 50% от затрат, но не более 60 тысяч рублей за одну голову. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.